здравствуйте дорогие друзья наступило долгожданное лето и мы все готовы поехать на дачу на море и в связи с этим мы возьмем с собой солнцезащитные очки но чтобы защитить их мы сегодня с вами смастерим вот такой незамысловатый чехольчик футляр для очков на хермуаре вот так это будет выглядеть вы легко его найдете в своей пляжной или дамской сумки начинаем чертить выкройку струи ось x и ось теперь кладем сам фермуар теперь вот так по центру ставим фермуар до точек соединения двух половинок фермуара теперь просто обводим фермуар по внешнему краю и соответственно соединяем линии теперь в зависимости от того как от какого давайте допустим вот отсюда поведем линию сейчас мы должны просчитать расстояние отсюда от этой до этой точки и потом отложить ее на продолжение вот этой линии соответственно вот эта линия будет соответствовать ширине вашего фермуара то есть вот смотрите здесь небольшой было сделано разбег вот этот вот здесь был сделан разбег побольше соответственно вот здесь такие такие побольше закругления побольше глубина этого фермуара соответственно видите этот более прямой этот такой потолще более объемный откладываем вот это расстояние вот сюда сделать это можно с помощью рулетки либо вот такой небольшой линейки соответственно мы отмечаем расстояние вот так вот измеряем отмечаю я намерила расстояние 37 и вот сюда откладывают 3 и 7 соответственно эта точка будет здесь эта сторона будет симметрично этой стороне поэтому мы чертим работаем сейчас этой стороной потом перенесем это все симметрично отложили 37 миллиметра сделали параллельно линию параллельно центру и теперь берем очки кладем их свободно здесь даем расстояние небольшое на закрывание соответственно внизу даем небольшое расстояние на то чтобы было донышко объемное и здесь ну давайте вот так вот допустим сделаем вот так вот такая большая выкройка у нас будет вот такая такой длинный очечник если с этим сравнить так и теперь нарисуем дно сразу нарисуем линию перпендикулярно и нарисуем дно теперь вырезаем симметрично складываем пополам вырезаем ножницами и выкройка будет готова теперь кроить шить самое интересное впереди погнали и так что нам понадобится для пошива очечников соответственно ткань если вы заметили это джинсовая ткань это джинсы то есть был джинсы не выкидывайте они всегда подходятся на какие-то переделки наполнитель клеевой нитки с иголкой английские булавки мелок это фиксатор для фирмуара сам карандаш для постройки для построения выкройки ножницы зажимы понадобится линейки разные какими вам удобно пользоваться рулетка выкраиваем джинсовую ткань с припусками на шов и соответственно вырезаем детали вырезаны и теперь на изнаночную сторону пришиваем клеевой наполнитель клеевой стороной вниз вот так сейчас мы его приклеим хорошенько утюгом на на обе детали это лицо это у нас динамка клеевая сторона здесь поворачиваем так и приутюживаем хорошенько все это утюгом и проклеиваем и Субтитры сделал DimaTorzok Обе детали пристеганы, вот так это и выглядит с изнанки. И теперь немножко подверяемся с выкликой, потому что при стежке немножко изделие зажимается, как бы припосаживается, поэтому мы проверяем. Вот видите, есть немножечко небольшой процент усадки, посередине вот так, то есть это не существенно, а вот тут немножечко от наполнителя, и будет все нормально. По высоте деформации не произошло никакой. В этом случае по высоте тоже все нормально, а вот по ширине чуть-чуть есть усадка тоже, но это ничего страшного. Сейчас мы это изделие отгладим, то есть вот эти заготовочки мы отгладим, и ручку пешестираем, она просвещена за утюгом. Так, утюг на брюса, теперь мы прогладим всю эту красоту. Видите, и ручка исчезла, ручки нет. Здесь она есть, ее видим, а здесь ее нет. Теперь собираем детали. Так скалываем изделие булавками, либо зажимами, вот такими. Прошивать будем по трем сторонам, соответственно, вот здесь, отсюда, досюда, потом вот по этому краю и вот по этой стороне. И возвращаемся. Сейчас будем прошивать булавки. Формировая булавки, замещаем вот этот шок и шок булавки. И вот так постучим. Со второй стороны проделаем то же самое. Вот что в итоге мы получили. Швы у нас совмещены. Это мы немножечко подрежем. Сейчас выворачиваем эту мешковину чехла. Проверяем. И занимаемся подкладкой. Подкладку шлем так же, как и лицо, только без наполнителя. Занимаемся подкладкой. Подкладку я нашла вот такой кусочек длина. Он только-только, поэтому на дне у нас не будет шва. Она будет цельная. То есть швы мы будем делать только с боковых сторон. Выкраиваем. Сбоку как три куски делаем. Сверху делаем три куски. Снизу и соответственно на дне у нас. Так, выкроили, вырезали все. И теперь будем шить так. От этого края сюда до конца. А на этой стороне начинаем. Шьем. Оставляем место для выворачивания. И шьем. И дно формируем точно так же. Расправляем этот шов. И прошиваем. Сейчас две детали будем собирать. Сейчас вот эти швы отутюжим, чтобы они лежали ровно. Вот эти отутюжим. Вот этот шов. И вставим изделие одно в одно. И так, швы разутюжены. Здесь, здесь все ровненько. Здесь все хорошо. На подкладе тоже все разутюжены. С той и с этой стороны. Теперь. Подклад выворачиваем. И вставляем внутрь чехла. К лицу. К лицу. К лицу. И здесь лицу. Вставляем. Все тщательно. Выправляем. Все уголочки. Пальчиками проходим. Выправляем. И дальше поправляем. И дальше поправляем. И теперь даем строчку по кругу. Вот так. Вот так. Сюда. Потом сюда. И тут заканчиваем. И потом выворачиваем через то отверстие, которое оставляли. Теперь срежем лишнее. Оставим миллиметра три по краю. И будем выворачивать. Выворачиваем так. И теперь вот через эту дырку выворачиваем весь очечник, футляр для очков вот сюда. Тихонечку, не торопимся. Наполнитель не очень толстый. Поэтому мы справимся с этой толщиной. Вот здесь по этому краю можно дать отделочную строчку. Что мы и сделаем. Просто потом в дальнейшем эту сторону будет удобней нам ставить фермуар. То есть сейчас мы дадим по краю отделочную строчку. Совсем-совсем близко к краю. Пройдемся зажимами. Выровняем еще этот край. Видите, у нас все хорошо получилось. Швы тут не толстые. Они разутюжку. Поэтому тут вообще все идеально. в эту сторону не будем прошивать. Ну и шьем. Все. И теперь начинается самое интересное. Сейчас мы будем ставить с вами фермуар. Сейчас мы будем ставить с вами фермуар. Почти эти подрежем. Это не проблема, потому что тут вышло. В целом мне нравится. Даже стежка почти совпал. С одной стороны. Получилось вот так. Стежка хоть и не совсем заметна, но делает какой-то акцент. И так теперь будем проверять фермуар. Ищем центр у фермуара. Это где-то вот эта точка. Значит, вот эту точку мы ищем здесь серединку. Отметим ее. Карандашиком отметим. Она в глаза не будет очень рисоваться. Или мелочком. Так, мелочком отметили. Теперь со второй стороны нашли серединку. Также отметили. Ну и началась ручная работа. Машинная. Закончилась. Теперь будем все делать вручную. Итак, еще раз нашли вот эту точку. Она будет совмещаться вот здесь. То есть вот этот край. Мы вставляем вот туда. Здесь его фиксируем. Фиксировать попробуем вот этими фиксаторами. Таким образом он вставляется. И у него такая, как у клипса, есть застежка. Такая вот застежка. И проходим все изделие. То есть мы вот это вот еще туда сейчас будем оттягивать. И она у нас вот так вот ляжет. Хорошо ляжет. Здесь она будет вот так. То есть тут такая небольшая складочка будет. Видите, ложится она ровно. Все хорошо. Фиксируем. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. В целом, как-то так вот это будет выглядеть. Сейчас будем шить. Шить будем следующим образом. От середины вот сюда, потом обратно, потом сюда, потом обратно. Здесь закрепляемся, но сейчас я пока буду шить на ножевольку, то есть не на основную ниточку, а основная ниточка у меня будет голубая в цвет вот этого шва отделочного. Но шить я буду за кадром, потому что в кадре мне этого просто не сделать будет. Так, видите, даже не вижу ничего. Давайте попробую, но не обещаю. Так, и начинаем, значит, отсюда. С серединки выходим вот сюда. Ниточка вышла, видите, в одну ниточку я пока шью, то есть это пока черновик такой, просто чтобы убрать фиксаторы, и чтобы уже было похоже на изделие. Так, теперь стараемся шить. Стараемся шить как можно ближе вот там к краю и выходим вот в эту дырочку. То есть здесь зашли, обратно вернулись, вышли сюда и в соседнюю заходим опять наизнанку. И теперь продвигаемся обратно. Соответственно, эти дырочки мы будем обратно закрывать. То есть, мы вот отсюда вышли, идем вот сюда, потом оттуда выйдем сюда, встанем сюда, выйдем отсюда, сюда. В общем, дальше интереснее. Так, вот в эту мы должны выйти. Помним, что это пока не основная строчка. Окончательную строчку делаем в четыре сложения ничью основного цвета, то есть, как в нашем случае, это голубая нить. И вот такой оригинальный чехол мы с вами сшили. Желаем, чтобы и у вас все получилось. Всего самого доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok